Всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости и сегодняшнее видео я начну с вопроса, любите ли вы кофе? Если да, дорогие мои кофеманы, то тогда это видео для вас, потому что компания бренд Maybelline вышла с новой новинкой, лимитированной коллекции жидких помад Coffee Edition. В этой коллекции имеется 5 невероятно красивых нюдовых оттенков, как известно, кофе и нюд в принципе достаточно близко стоят. В общем, да, мы с вами это протестируем, посмотрим, как это все смотрится на губах. Также нельзя не упомянуть, что Maybelline вышла с новой коллекцией их блесков, Lifter Gloss в коллекции 9 оттенков, и все это мы с вами сегодня протестируем и скажем, насколько хороша новинка и стоит ли она вообще ваших денег. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, потому что я делаю много обзоров на новые товары, не только бюджетных брендов, но и люксовых, но мы начинаем. Поехали! И начнем мы тестирование этой коллекции Coffee Edition, самого легкого, самого светлого оттенка, который у нас называется 255 Chai Genius. Ууу, какой активный, такой нюдовый оттенок. Вау, как только вы открываете упаковку, вас тут же притягивает этот кофейный аромат, плюс какая-то сладость еще имеется в этом запахе. Он настолько пигментированный, и у него настолько приятный аромат, что не хочется даже снимать эту помаду с губ. Я в шоке просто от пигментации, как легко наносится текстура этой помады жидкой. И следующий оттенок, который мы будем тестить на наших губах, это оттенок Pazzle Nut Hypnotizer, более такой розоватый оттенок, чем предыдущий наш, который назывался Chai. Вау, он пахнет прям как настоящий какой-то кофе. Что-то типа Moki, вот как мне кажется, это будет одним из самых моих любимых оттенков тоже, потому что он такой идеальный нюдово-розовый оттенок. Такой получился у нас результат этой помады в оттенке еще раз 260 Hazel Nut Hypnotizer. Очень приятный дневной оттенок, он имеет немножко розовизны в себе, конечно же. Как он сидит, опять же, на губах, боже мой, лучше, чем какие-либо люксовые бренды. Очень красивый, приятный оттенок, мне нравится. Следующий оттенок под номером 265, называется он Caramel Collector. Он пахнет прям как кофе, плюс имеется небольшой намек на карамель, то есть кофе, карамель, божественное сочетание, невероятно вкусно пахнет. Какой красивый оттенок. Без ума от этого оттенка, я буду носить его на повседневной основе. Прекрасно, дополняет любой образ, особенно он будет очень хорошо смотреться с Smoky Eyes, даже то, что у меня сейчас есть, реснички и затемненный уголок глаз, просто конфетка. Следующие наши оттенки будут темненькими, и начнем мы с, конечно же, более или менее такого коричневатого, не такого черного, как наш следующий оттенок будет. Этот оттенок, который называется Cocoa Concierge, под номером 270. Он пахнет как какао, плюс немножко кофейного в нем есть. Можно весь день сидеть и нюхать эти блески для губ, помады, потому что, блин, ну запахи просто. Давайте уже нанесем скорее. Какой он пигментированный, какой он темный. Вот это пигмент, вот это распределение. Вы видите это? Посмотрите, как лицо сразу приобрело более такой острый вид, то есть скулы как-то сразу вдруг стали более активно выглядеть. Если бы я называла эти оттенки, я бы назвала его какая-нибудь острая страсть, что-то вроде того. Это очень аристократический оттенок, это факт. Нанеся его на ваши губы, вы сразу будете выглядеть в тысячу раз интеллигентнее, что ли, и немножко более опасной, знаете, типа такая... И последний оттенок из коллекции Maybelline, это вот такой потрясающий насыщенный темно-бордовый оттенок под номером 275, и называется он Mocha Inventor. Пахнет помадой, как очень сладкий напиток мока. Оу май гад. Ребят, надеюсь, вы видите, как эта помада прекрасно смотрится на губах, помада ложится сама по себе. Опять же, это просто какая-то сказка, если честно, если вы любите такие красивые вампировские оттенки, и это, наверное, официально мой третий оттенок из этой коллекции, который мне невероятно понравился. Вообще, если быть честным, все эти оттенки, они просто огонь. Присмотритесь к этой коллекции, она вам должна понравиться, я вам это обещаю, ребят. Ну что, ребят, пришло время пробовать наши новые лип-глоссы от Maybelline, которые называются Lip Lift, и они содержат в себе гиалуроновую кислоту, что не может быть плохо для наших губ. Я взяла все 9 оттенков этих блесков, и давайте взвочить их. И, кстати говоря, цена за один блеск составляет 7 долларов, примерно чуть меньше, 6.79, с налогами это будет почти 7 долларов. Можно найти это в вашем местном Волмарте, CVS будет чуть подороже, если вы живете в Америке, ну и ульта будет еще совсем даже дороже. Начну я с вот такого очень красивого прозрачного блеска, который у нас в оттенке 001 Pearl. И перед тем, как я нанесу это на свои губы, посмотрите на то, как сделана упаковка у этих блесков. Напоминает чем-то KKW Beauty. Что-то есть у этой упаковки от люксового бренда. Невероятно красиво, невероятно приятно держать и ощущать эту упаковку в руках. И насчет аппликатора. Здесь невероятно прикольный большой аппликатор. Блеск ощущается очень даже неплохо на губах, то есть я не чувствую никакой липкости. Это обычный прозрачный блеск. Очень даже неплохо будет смотреться, как топпер под любимую вашу помаду. И следующий оттенок из их коллекции под номером 002 в оттенке Ice. Примерно тот же самый запах, плюс-минус ваниль. Не очень супер плитерно-сладкий запах. Это радует. Гораздо больше чувствуется какой-то гладкости на губах, когда вы наносите этот блеск. Ощущение, что он немножко более такой тягучий по текстуре, чем наш первый в оттенке 001. Немного приятнее ощущается. И, как мне кажется, в нем немножко больше блеска, чем в предыдущем. Ну, как-то вот так вот все смотрится. Следующий оттенок, который у нас под номером 003, называется он Moon. Пахнет он гораздо более ванильно, как будто бы более ванильно, чем предыдущие оттенки наши. Все равно аромат, конечно, божественный на самом деле. Оттенок Moon очень даже повседневный оттенок. Совершенно небольшой пигмент, почти нет пигмента никакого. И у вас появится очень такой естественный, розоватый оттенок ваших губ, что очень прикольно. Следующий оттенок, это оттенок Silk под номером 004. Этот уже реально выглядит прям хороший, серьезный розовый оттенок. Примерно, я не знаю, мне кажется, мне кажется, что у них запахи как бы одни и те же. То есть, нет такого, что один пахнет очень интересно, другой не очень. Мне все пахнут очень сладко и очень притягивают ваш нос к ним. Совершенно другое дело. Хотя, ну да, в этом уже есть, имеется какой-то такой более-менее пигмент. Мое мнение, если вы хотите начать знакомство с этой коллекцией, начните это знакомство с оттенка Silk 004, потому как это тот оттенок, который даст вам пигмент. Это не пигмент вырви глаз, он очень приятно смотрится, он невероятно натуральный, и он при этом не ощущается на губах никак, плюс увлажнение. Этот блеск дает мне надежду, что не все так плохо, потому как предыдущие три оттенка, они просто вот как бы, ну, блеск и блеск прозрачно. Здесь хотя бы есть пигменты, это здорово. Мне нравится оттенок. Дальше оттенки будут становиться все темнее и темнее. Мы начали с более светлых к более темным идем. оттенок, который мы будем сейчас наносить на наши губы, называется Petal, и он под номером 005. Ощущение, что этот оттенок гораздо более такой красновато-розовый, то есть если прошлые оттенки были прям розовые-розовые, то этот имеет какой-то небольшой красноватый оттенок в себе, и он как будто бы чуть-чуть капельку ярче, чем все остальные оттенки. Тоже очень хороший дневной оттенок, мне он нравится, я бы его носила даже повседневно, потому что эти блески в принципе созданы для как раз-таки дневного ношения. Прикольный оттенок, невероятно опять же чувствуется на губах. Следующий оттенок у нас называется Reef номер 006. Выглядит он как будто бы больше как пыльная роза. В принципе они примерно так или иначе пахнут одинаково. Розовый оттенок еще никого не делал плохо выглядящий, очень свежий оттенок, очень он подходит на лето, как мне кажется, это типичный такой летний оттенок, особенно хорош он будет с кем-нибудь загаром, например. Следующий оттенок у нас называется Amber, и он более такой бежеватый, на первый взгляд, кстати, номер оттенка 007. Давайте его протестим. Как будто бы он гораздо более интенсивно пахнет, чем остальные все. Ну что, вот так выглядит наш оттенок под названием Amber. Прикол этих пигментированных оттенков в том, что чем больше вы наносите, естественно, тем у вас гораздо больше будет виден и чувствуется пигмент. Мне кажется, что одного вот такого свайпа по вашим губам будет достаточно для того, чтобы иметь пигмент, потому что чем больше пигмента, тем губы выглядят немножко не так дорого и красиво. Вообще оттенок очень даже неплохой. Он идет к более бежевому такому тону, подтону. Это идеальный оттенок, если вы ищете что-то между перстиковым и коралловым оттенком. И вы знаете, это тоже идеальный летний оттенок. Мне нравится. Я считаю, что он как раз таки универсальный, да, в сравнении с другими оттенками. Поэтому очень даже прикольно смотрится. А вы как считаете? Пишите в комментариях прямо сейчас. И сейчас я поняла, что я пропустила один оттенок, который называется Stone. Он не такой коралловый и персиковый, как предыдущий, но красивый, нюдовый. Поэтому у нас есть два других последних оттенка. Следующий оттенок называется Topaz номер 009. Вот так он выглядит. Это уже прям такие, знаете, чисто темные оттенки к нам приходят. Так он выглядит. Очень даже неплохо в упаковке он смотрится. Один и тот же запах. Не меняется ничего. Другое дело. Этот блеск отличает то, что в нем гораздо более такие крупные блестки, что ли. Гораздо более прозрачные. То есть вы не увидите никакого пигмента в этом блеске, в номере 009, что очень печально, потому что, ну, выглядит он прикольно. И в упаковке также видны очень крупные блестки. Однако, нанося его на губы, я вижу почти то же самое, что я видела в предыдущих блесках. Шикарный топпер тоже под вашу помаду. Видите, вот я пытаюсь его закрыть. Для того, чтобы закрыть его, нужно приложить усилие, потому что эта упаковка, она пытается все время пойти вверх. Вот так вот. Видите? Чувствуется также, что губы, они очень хорошо увлажняются, что не может не радовать. Поэтому этот оттенок тоже очень даже стоит вашего внимания. Последний оттенок из их коллекции, который у нас называется Crystal под номером 10. Это прям видно, что супер такой пигментированный золотой оттенок. Мне интересно, можно ли использовать этот оттенок, как, допустим, тени? Ммм, потрясающий роман. Вау! Посмотрите на этот блеск, на эту цветопередачу. Боже! Maybelline, что ты делаешь? Ну что, ребят, я думаю, что я уже поняла, что этот оттенок, наверное, будет одним из самых любимых в этой коллекции. Невероятно, невероятно все это смотрится на губах. Очень дорогой блеск. Даже не скажу, что эта помада стоит 500 рублей на самом деле. И оттенок Topaz является дюпом. Как мне кажется, бренду Fenty Beauty от Rihanna, посмотрите на эти свотчи. Выглядят они одинаково буквально. Здесь у нас находится Rihanna, здесь у нас находится блеск от Maybelline в оттенке Topaz. Оттенки от Rihanna, Chocolate, блески не так плотно сидят в самом блеске. Ну реально же дюп. И я скомбинирую этот карандаш вместе с какой-нибудь интересной помадой из нашей коллекции. Если вам интересно, какую помаду буду наносить, помада в оттенке Chai Genius 255. Один из самых любимых оттенков в этой коллекции. И я нанесу поверх этого блеск в оттенке Topaz, потому что он будет идеальным таким коричневым топером на помаду и на карандаш. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравился мой обзор на новую коллекцию помад от Maybelline Coffee Edition. Также мы рассмотрели с вами идеальную коллекцию блесков с гиалуроновой кислотой. Мне было безумно приятно и интересно свотчить это все с вами сегодня. До этого не знаю, какой вам оттенок понравился больше всего из этой коллекции. Я считаю, что все оттенки безумно красиво смотрятся. Они все безумно приятно ощущаются на губах, вкусно пахнут, вкусно чувствуются. Поэтому, да, не забывайте подписываться на мой канал, а также оставлять комментарии. Это очень помогает развитию этого молодого, но еще и зеленого канала. Я желаю всем прекрасного настроения, удачных макияжных дней. Еще увидимся, ребят. Не прощаюсь. Всем пока. Продолжение следует...